Вся наша жизнь, весь наш материальный мир, не только материальное пространство, но и всё остальное, окружающее нас пространство, является собой суть постоянного энергетического взаимодействия, обмен, трансформация энергии из одного вида в другой, передача от одной материи к другой материи. На этом частично подтверждаются и физические законы, и всё, и что подбили и подобрали, они всё частично основаны и фактически подтверждают всё окружающее пространство. И смотрите, очень долго, точнее не очень долго, уже где-то, да, как вот Слава озвучил, ещё далёкие-далёкие предки стали постигать такой вопрос, как, что же такое личное понимание души, да, в каком плане понимание жизни. Не только души, они же видели, что, они же осознавали, что и движутся и камни, то есть деревья и камни есть, которые передвигаются, да, я не помню, как называется, в Европе, Венгрии или где-то там. Ну вот, что же является сутью вот этого всего, да, и отделили живых растений, животных органические, скажем так, от неорганических. Два таких, ну, материально проявленных, как бы, мира вещей, да. И, значит, соответственно, у органического, у органического они выделили такую вещь, как вот единое, понятие такой единой энергии. В Японии, у японцев это ки, у китайцев это чи, у индусов это прана, у славян, да, вот такие источники были, которые говорили, что есть такое слово «живо». Вот, и, ну, суть это одно, видимо, то, что имелось под этим пониманием, да. Вильгельм, значит, выявил, выявили еще давно-давно, потом в результате чего-то произошел вот этот сбой вот этого информационной передачи, вот этих знаний накопленных, да, соответственно, катаклизм и еще что-то. И теперь мы приходим к тому, что с помощью техногенных устройств, не каких-то там способностей, да, самого человека, его голоса, или даже каких-то музыкальных инструментов, вот таких вот вещей, изготовляемых, но с помощью не просто техногенных, а электрических смартфонов, генераторов частот, простое электричество, человек создает не человек. То, что они, да, то, к чему они прикрепили слово «человечество», наполняет свою окружающую жизнь различными дополнительными излучениями. А разные излучения, ведь сам человек воспринимает только, ну, от силы, 4% из всех возможных с помощью органов, данных, да, так сказать, инструментов, данных нашему скафандру по изучению, по взаимодействию с окружающей средой вот нас. И эти органы, они воспринимают способный максимум 4%, я так думаю, могу, как бы мне не соврать. И приборы, созданные вот этой так называемой наукой, те же технические, техногенные устройства, способны дополнительно расширить этот охват спектра всех вот этих энергий и видов их распространения в нашем плане, через, ну, расширить до 7%. Я думаю, это максимум. Вот. Все остальное же, что существует и непрестанно, энергия, все вот эти виды, да, все способы и скорость распространения энергии, и ее передачи, и взаимодействия постоянно в окружающем нас мире. Вот это вот все остальные спектры. И кто же знает, да, как функционирует материя, при том, что мы видим, допустим, как, какое вещество в растении, в том же, как говорил один из тех, один из участников, у Макса Беляева, при том, что мы видим, что, мы знаем, что растение, какой механизм в растении поглощает часть видимого излучения, вот этого электромагнитного, это солнечный свет и частица, и волна, ну, это уже такая песня ученых. Но при том, что мы знаем такой механизм, но мы же не знаем, какие еще может растение поглощать частоты, поглощать волны вот из окружающего пространства, потому что просто нет таких приборов, которые могли бы выявить эти частоты. Ведь, ну, опять же, больше 90%, да, мы не воспринимаем, нет, как бы, сейчас объясню. Мы, может быть, даже воспринимаем в человеческом организме, ну, что-то заболит, что-то где-то прошелся под высоковольным каким-нибудь там трансформаторной будкой, раз, и как-то дискомфорт такой легкий, непонятный у кого-то возникает, он не поймет, но он не поймет, почему, да, он как бы не обращает на это внимания просто. Вот. Ну и, в общем, Вильгельм Райх вот основал замечательную свою теорию психосоматического помощи организму человека, как бы через психологию. При этом странным оказалось то, что он, его теория вот этих панцирных зон, грудной панцирь, головой панцирь, да, там, лицевой и так далее. И вот ниже, да, грудной, поясничный, там, тазовый, ну, в общем, что-то такое. При этом она странно совпала с основными семи чакрами, которые коррелируются, вот, если делать, да, такой сравнительный анализ, как бы, его теории психоанализа и психопомощи и чакраму распределению, то как бы все это сходится. Уж где, уж где, откуда взято было, да, тут мы не знаем. Но схождение есть. И, значит, дальше совершенно и в другом же где-то, в другом пространстве информационном еще одна теория о частотах сольфеджио, что доктор Джозеф Джозеф Пауль, Пауль Йозеф, Йозеф Пауль, в общем, да, да, по-моему, доктор Джозеф Пауль, доктор наук какой-то изучил, изучил информацию путем использования применения нумерического шифрования разложил главы одного из отрывков в каком-то христианском апокрифе вроде бы и выявил вот эти частоты. Еще случайно, что эти частоты, одна из частот, которые он выявил, даже не одна, а несколько, совпадают с тибетскими чашами, когда тибетские чаши как бы якобы тоже, ну, приближено на звучание и вибрации к резонансу одной из одного из вот этих вот сектора, сегмента, панциря, который называется чакр, или вот чакральный пояс, вот этот, который входит, да, органы, которые, соответственно, привязаны вот к этой чакре, к этому энергетическому поясу именно, органы, могут ткани какие-то, кости, еще что-то, в общем, вот как-то так. Так, и что бишь, значит, а, ну и вот мы сейчас имеем возможность с вами, вот я пока исследую, но я на юге раздал, на Причерноморском побережье нескольким людям тоже свои генераторы, поговорил с одним мужчиной, который занимается праноедением, праноямой, праническим дыханием, который согласен со мной, говорит, да, говорит, вот есть вот эта вот живая энергия, вот эта прана, которая вот, и когда ты дышишь правильно, вот этими дыхательными практиками достигается навык поглощения телом на большего количества. есть же солнце еды, даже они солнце поглощают, а эти поглощают, как бы, вот эту так называемую прану, вот именно вот эти энергетические, как бы правильно выразиться, энергетические излучения в пространстве, которые, вот эту энергию, вот эту живую силу, но именно, именно вот живую для, именно человек, воспринимаемую именно живыми организмами, именно органикой. ну и собственно, вот на сегодняшний день я могу сказать, что случаи 50 на 50 идет, знаете, как получается, что одному человеку помогает, когда особенно он имеет какие-то недуги, и он чувствует, как получает этот кулич, да, он чувствует, так сказать, вот эти органиты, он сразу чувствует, начинает чувствовать более, ну, какой-то энергетический поток, что ли, прилив энергии, входит в тонус сильнее, и остальная половина, которая, которая ничего не ощущает, но даже если человек здоров, вот один написал человек, что жена его, у которой не было никаких проблем с общей болезней, энергетический тонус, там, что-то нехватка силы или еще что-то, у него не было никаких проблем, но через две недели, значит, находился у них в спальне, вот этот органит стоял, и через две недели она начала чувствовать еще больший тонус с самого утра, то есть, как бы она просыпалась, говорит, и как будто мышцы, вот прямо, как будто уже зарядку сделала, все работает, кровообращение отличное, руками-ногами вертеть, не надо там потягиваться, встала и пошла, вот, как-то так, не знаю, ну, ну, и что же, на чем же основано это все? Товарищи из, так сказать, Максима Беляева, они стали давить на подробный разбор органил, там, жидкости или каких-то элементов, на которые воздействуют вот эти вот, именно электромагнитные частоты, несущие вот эту энергию, на что же они взаимодействуют, на что я могу на сегодняшний день сказать, вот по моим соображениям, это выходит только микроэлементы, которые составляют много чего в человеке, точнее, растворены очень-очень равномерно, если мы берем там всю структуру всего органа, какого-то там, то, получается, распределены они, вот, в каждой клетке, в каждой ткани должно быть у здорового человека распределены равномерно по объему органов, вот эти микроэлементы, микрометаллы, то есть, да, сплавы там, ну, правильно, цинк, магний, алюминий, вся таблица Менделеева, как говорят, и, значит, получается, что дальше, кстати, и еще минералы, а минералы, в том числе, ну, наверное, какие-то кварцы, кварцы подобные, что-то такое, то есть, вот эти вот микроэлементы и микрочастицы, вот эта вся таблица Менделеева и имеет свойство, так как наш скафандр состоит из таблицы, из всей таблицы, да, так сказать, из всех элементов, все у нас есть в скафандрах, то именно за счет этого имеет возможность человеческий скафандр воспринимать и принимать не сознательно, то есть, не на уровне твоего, да, восприятия, что вот идешь, нему какой-нибудь лэп, линии электропередач высоких, и такой раз, и ты видишь там, как-то визуально эти волны расходятся от нее, там, или энергию эту, или ты сразу такой почувствовал, кук-кук, блин, по голове ударило, как будто, нет, но все-таки скафандр, да, имеет, значит, такое свойство, у него воздействует все, все взаимодействует со всем, и если бы, ничего страшного, если бы, если бы, не все возрастающие, мощь, мощность и силы вот этих вот множественных, что ли, множественных инфраструктур, сетей, вот электрических, электромагнитных наводок, понимаете, излучатели, передатчики, башни эти, сотовые устройства, сотовые агрегаты эти, и все прочее, то здесь возникает такой, как бы, высокий электромагнитный фон, который может, в том числе, отрицательно сказываться на человеческом организме. Так, что еще стоит упомянуть? Ну, то, что, то, что сбои в работе человеческого организма получаются, либо заложены, бывают, действительно, на генетическом еще уровне, да, то есть, воспроизводящий скафандр, значит, скафандр мамы, который получает какой-то дефект, который система не может восстановить, или, ну, это ничего удивительного нет, да, в последнее время растет число различных заболеваний, и это связано и с питанием, и, то есть, на этом все, масса, многочисленных факторов воздействует на это, либо же на уровне полученной, какого-то полученной проблемы, а полученная проблема в организме может быть, как бы, с двух сторон, то есть, это та же психосоматика, которая вполне, ну, как бы, вполне логично, кажется, объясняет, что, если, например, человек, не знаю, ну, обратите внимание, может быть, есть в среде ваших знакомых какого-то круга, близких людей, человек, у которого, допустим, в раннем возрасте подсаживается слух, и если его, например, отец, да, или родители, или там, кто-то из предков, тоже так же не терял слух в, ну, относительно, раннем возрасте, не начал терять слух, то, значит, попробуйте заметить его поведение, как он ведет себя с другими, да, с родными, с близкими, вообще с окружающими людьми взаимодействует, есть ли в нем такая характеристика, такая черта, как не, ну, неумение, неумение, стремление, наверное, говорить самому, и неумение слушать, нежелание слушать особо, наверное, других, вот так. Да, то есть, это такое психологическое, душевное состояние, состояние сознания, такое, вот как бы, вот эти такие нюансы поведения, которые заложены сознанием, прежде всего. Вот, а если заложено сознанием, значит, и скафандр вот эти, да, подгоняется под внутреннюю человеческую составляющую. То есть, он их не хочет слушать, и он начинает глохнуть в более раннем возрасте. Представляете? Вот, вот даже такая теория. Ну, и, значит, как от внутреннего, да, так и от внешнего состояния, так и от внешних условий. Если внешние условия на сегодняшний день высокие у нас, электромагнитные составляющие пространства, то, то, и человек начинает себя хуже чувствовать, заболевает что-то, допустим, действительно от какой-то экологической плохой ситуации в регионе, человек дышит, этим дышит, накапливается, да, все. и в итоге человек получает какую-нибудь токсикацию, там, или со временем какой-то орган, который опосредован вот в цепочке преобразования вот этого вдыхаемого какого-нибудь токсина, орган этот раньше времени начинает сдавать, и человек начинает себя хуже чувствовать, и внутри дискомфорта, и как бы, да, то есть и сознание в дискомфорте, и скафандр, вот, поэтому, поэтому Райх разработал, Райх стал думать и искать, чем, чтобы получить, значит, вот эти вот, в этих вещах, вот в этой энергетике, и как бы он демонстрирует, демонстрирует камеры, которые состоят из перехода от двух соединенных двух твердых свет, одна среда диэлектрик, вторая среда, то есть органически важно, диэлектрик, вторая среда железистая, какой-то железистый металл, и на границе, и вот вот эти вот стенка, до плоскости, она будет создавать вектор, значит, движения вот этой вот жизненной силы в окружающем пространстве, но они есть две разные, эти силы, одна сила, как бы он разделил эту энергию на две условно, в крупных городах, в мегаполисах, это можете сравнить, на примере, если вы поедете в деревню, допустим, проведете там весь день, вечером, при этом проведете весь день там на даче где-то, на природе относительной, за городом, при этом вы проведете весь день довольно эффективно, то есть вы там что-то поколите, выкопаете, прополите, там соберете, еще что-нибудь сделаете, и при этом вечером вы не будете чувствовать себя прям как-то выдохшимся сильно, вы просто там присядете на скамейке где-нибудь в этом же на своем же участке и будете отдыхать, смотрите, и хорошо как вы себя чувствуете. А если вы наблюдаете, ну вот я на себе это знаю, что если я пойду в город, в крупный, где много-много всего, и вышек, и электросетей, да, соответственно, и излучение, и всего, и человеческий, людской фактор, скажем так, получить одну какую-то бумажку, 4 часа простоя в очереди в каком-то помещении, там, да, социальном, там, так сказать, административном, ну вот нужно из одной бумажки простоять 4 часа. И вот весь маршрут до дома, уже, до дома уже доходишь, просто с таким опустошением энергетическим, просто как будто, как будто, или как будто, не знаю, где-то в каком-то болоте какой-то вляпался, провалился, вылез, и домой приходишь, уставший, и за меньшее время, да, и как бы ничего не делал, просто ходил, просто ждал. Вот это, это называется, значит, влияние отрицательного, мертвый аргон. И в природных же местах, то есть, в местах лесные массивы, те же парки, в общем, чем больше природы, чем меньше различных техногенных установок, тем там идет более живая энергия. А вот, если вы можете видеть на примере различных сооружений золотые купола, да, так сказать, кстати, обратите внимание, ребят, золотые купола, а золото используется тоже как очень сильный элемент в аргоновых устройствах и в аргоните. И вы можете, я не знаю, наблюдал кто-нибудь, наверное, наблюдали вы неоднократно, как птицы летают и поют, чирикают вокруг этих храмов, вокруг этих куполов, да, там голуби все время тусуются стайками, значит, это, да, как бы такой вот даже концентратор получается. золото это действительно арканы мощные, которые притягивают много положительной энергии, передай словом. Да, и вот смотрите, Новодворская, смотрите, вот есть такая теория, что как бы вот ну не люди, просто существа, которые прячутся вот в человеческом таким, да, видимость человеческого скафандра какой-то делают, не знаю, что там за технология, если они не носят золото, их начинает сильно разносить. Новодворская тому пример. Вот. А другие очень сильно, очень-очень вся дама идет, богатая дама, при этом из каких-то таких, да, телевизионных эшелонов, и все обвешано золотом. Вот, это первый тревожный звоночек. Ну, да, и так далее, вот. И природные места, вот этот аргон живой, значит. Дальше по его стопам пошла семейная пара крафтов. Они подумали, а что же его камеры могут собирать и хорошую, и плохую, и плохой аргон. И мертвый, да, и живой, так называемый. Так, а как бы сделать, чтобы только живой проходил аргон, только живая энергия шла. А та, которая мертвая, как-нибудь там, ну, не знаю, либо отсеивалась, либо трансформировалась. Эту проблему решил кварц. В общем, возможность добавления кристалла кварца вот в эти органиты, в эти устройства. А, какие устройства? Все тоже чередование слоев органического диэлектрика, чем служит смола, там, не знаю, еще какие-то твердые, вот это вот, так называется, у американцев резина, резин или ликвид, жидкая резина. Ну, в общем, затвердевает, да, как эпоксидная смола, вот, например, техническая какие-то, но главное, что имеется в виду органическая смола. И, значит, и стружка металлического, перво, имеющая железистую основу. например, стальная. Ну, не только стальная, я вам скажу, вообще, чему они только, что они только не пробуют, и медную стружку, и алюминиевую, ну, кому что, говорят, медь сильная. металлическая, в общем, понятно, металлическая, в общем, и добавление кварца, кристалла кварца. Добавили они кристалл кварца и получили удивительный эффект, основанный на пьезоэлектрических свойствах кварца, то есть при сжатии кварца образует электростатическое поле, а при, также при нагреве, да, расширяется, но если, понимаете, попадает вот в эту среду, которая его, в каком-то смысле, сковывает, вот это, пожалуйста, этому служит наша органическая смола, которая застыла, то он начинает, генерировать периодически, а то и постоянно, как бы, импульсами вот это, вот, электростатическое поле. Таким образом, тем временем, пока живой, видимый, мертвый аргон, накапливаются и направляются вот этой вот опосредованной средой, да, окружающей, органиты, это стальная стружка в перемешку со смолой. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok